Чиновники из правительства Казахстана не считают экономику своей страны слабой. Для министра национальной экономики Тимура Сулейменова рейтинги делового агентства Bloomberg не авторитет. Есть общепринятые рейтинги, может быть и doing business, есть и рейтинги глобальной конкурентоспособности, ряд других, воновских и так далее. Но Bloomberg пока в качестве такой вот авторитетной площадки именно по рейтингу экономика, уж тем более там благополучие или счастье, я не знаю. Так называемый индекс несчастья Bloomberg представляет собой сумму показателей безработицы и инфляции. Лидером в рейтинге стала Венесуэла, где инфляция в 2015 году составила 98,3%, при безработице 6,8%. Глобальный риск из пооценок сырую нефть был особенно разрушительным для Венесуэлы, где черное золото составляет 95% экспорта. Казахстан, по мнению министров, находится в более выгодном положении. Инфляция, да, достаточно высокая, но она находится менее чем на 10%, 8,5% инфляции. Мы об этом докладывали на расширенном заседании правительства. Рост, да, небольшой 1%, но тем не менее это положительный. Огромное количество стран сейчас упало и падает уже на протяжении нескольких лет. То есть у них уже рецессия в течение нескольких лет продолжается, в том числе у наших соседей по Евразийскому экономическому союзу. Не объективным этот рейтинг считает и министр социального развития Казахстана. По мнению Тамары Юсеновой, индекс рассчитывался по макроэкономическим показателям. Что касается безработицы в стране, то 5% уровень – это не так уж и страшно. Если сказать по безработице, я не считаю это объективным. Потому что, значит, вот смотрите, в течение пяти лет с 2011 по 2015 год мы охватили около 800 тысяч человек программой занятости. Около 500 тысяч человек мы, значит, трудоустроили. Это первое. Второе. За это время около одного миллиона человек, которые достигли 18 лет, вошли еще в рынок труда. И вот с учетом вот этих, значит, мер мы, значит, оставили уровень на уровне 5%. Я считаю, что это неплохой показатель для такой страны, как мы. В тройку самых счастливых экономик вошли Таиланд, Сингапур и Швейцария. Из стран бывшего Советского Союза Украина замыкает пятерку самых слабых экономик. А Россия счастливее Казахстана на четыре позиции. Экономике, то есть бизнесу и гражданам надо смотреть не на рейтинги, а на собственное состояние. И стремиться к тому, чтобы благосостояние конкретной семьи, если ты бизнесмен конкретного предприятия, просто улучшалось. Сделать для этого шаги последовательные. Требовать от нас, государственных служащих, от министров, каких-то мер, которые необходимы для поддержки. И тогда наше собственное мироощущение будет гораздо важнее каких-либо рейтингов. Казахстанские эксперты, так же как и министр национальной экономики, скептически относятся к данному исследованию. И поскольку страна занимает 10 место из 63 стран, то экономисты предлагают считать, что Казахстан якобы стремится в 50 развитых экономик мира. Айнур Коскин, организат Успанов. Настоящее время.